Приветствую вас, друзья, на своем канале Сад Огород. Сегодня будем садить манжурский орех. Дерево во всех отношениях, говорят, очень хорошее. А это проба пера. Дерево, говорят, фитонцидное, уничтожает споры грибов, потом всевозможные бактерии. Около него создается великолепная атмосфера, дышится хорошо, ни комаров, ни блох, ни какой-то живности под ним вроде как не водится. Оно, говорят, что адаптированное для наших краев. Это у нас Урал, Средний Урал. И посмотрим, как оно у нас приживется, выстоит зиму и все прочее. Высота его, говорят, гигантских размеров в природе, 25 метров высоту. Но, думаю, что в наших условиях он такую высоту не даст. Но должен вырасти и орех его, тот, который мы получим с этого дерева через 5-6 лет, гораздо, говорят, вкуснее и более полезен, чем грецкий орех. Ну, поживем, увидим. Так, а сейчас я сделала яму для вот этого манчжурского ореха. На 5-6 год он будет у нас плодоносить, должен якобы. Яма больше, чем вот посадочный материал, этот горшочек полтора раза. На низ мы делаем подушку из хорошей земли, которую сверху мы выкопали. Наверх мы можем, ну, как земля, которая похожа. Там суглинок уже идет, можно ее положить наверх. Так, и что мы еще делаем? Вниз мы кладем комплексное удобрение. Комплексное удобрение там азот, калий и еще какое-то удобрение. Ну, я сейчас не помню просто. Это буквально горсточка нужна. Вот я его так засыпаю. Наверх я засыпаю еще землю. Вот так вот. Сейчас две лопаточки земли. Все это мы перемешаем, размешаем. И здесь у меня еще травка сухая внизу, как удобрение пойдет. И будем потихонечку доставать. Растение, естественно, оно у меня пролитое. Вот так как оно долго стояло, я покупала его в питомнике. Ну, цена его в среднем. Вот это растение купила за 510 рублей. Ну, цены, как сказать, серьезные. Растение такое небольшое. Но приживется оно или не приживется, это тоже большой вопрос. Хотя, говорят, приживается. Сейчас я померяю, сколько нужно насыпать земли. Здесь еще достаточно много надо насыпать. В ямку на низ мы кладем землю получше. Вот, а теперь мы опять меряем. Вот уже достаточно. Горшочек был пролит. Сейчас мы аккуратненько достанем. Чуть-чуть-чуть я нажму на вот этот ком земли. Как бы его разрыхляя. Деформирую. И в то же время освобождаю корневую систему. Внизу вроде бы корни. Ну, не вроде бы, они, в общем-то, хорошие. Чуть-чуть я придавила, разрыхлила. Не повреждая систему корневую. Теперь ставлю. Еще надо земельки досыпать. Вот ком мы его сейчас разрыхлим. И поверху сделаем небольшую ямку, чтобы поливать было удобно. Чтобы земля доставалась именно растению. Крону у него небольшая. Вот, уже нормально. Ставим на холмик. И засыпаем уже землей. Растение надо проливать по проекции веток. Вот если у нас проекция вот так вот. Так. Это где-то сантиметров с этой стороны, 20 из этой. Ну, вот на 40 сантиметров по кругу и будем проливать его. Чтобы земли хватало всем корням. Вот. Я не знаю, насколько это новомодное растение, не новомодное. Но говорят, интересное. Вот чуточку я приподнимаю этот холмик. Вот так вот я утрамбовываю. И получилось, что местечко вот такое у него. И вот бирочка. То, что это орех манчжурский. Ну, мы ее прикрепим попозже чуточку. Ну, на этом все. Посадили манчжурский орех. И будем ждать, когда вырастет. А на этом про орех я что помнила и что знала, рассказала. Все добавочки я буду потом говорить по мере того, как он будет расти. Подписывайтесь на мой канал. Тяжко сажать. Манчжурский орех. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо и до свидания.